320 дней осталось до старта самого крупного спортивного события в истории суверенной Беларуси. Олимпийский факел не сверкал над столичным Динамо без малого 40 лет. Но вот наконец звезды сошлись во всех смыслах. Вторые европейские игры как квалификации к токийским стартам. Это сразу высокие ставки, имена, результаты и, конечно же, ожидания от организаторов. Мы хотим не просто зрелища мирового уровня. Это все должно быть чуть больше, чем просто спорт. Нет, речь не о политике, а о настоящем культурном феномене. Праздник, который объединяет людей из самых разных стран. Мы такие уже видели, хорошо помним и любим. Поэтому и агентство теленовостей бросило лучшие силы на создание официального промо-ролика ко вторым европейским играм. Совсем скоро он в нашем эфире. А пока небольшой рассказ о том, как создавалось видео, которое сейчас смотрит весь континент. 26 июня. Дворец гимнастики. Первый съемочный день. И хотя последний будет только 23 июля, именно этот вторник творцы клипа запомнят лучше всего. Снимается Екатерина Галкина. Нужно найти похожего ребенка. Групповички, значит, еще пять девочек ради нескольких секунд потратили шесть часов. Я решила за фишку взять эмоцию, крупные планы. Снято очень много красивых крупных планов детей, взрослых спортсменов. Их пронзительные взгляды. Потому что ведь любой первый шаг к победе начинается с мысли, с взгляда. Концепция ролика «От мечты к победе. Ребенок, грезящий о триумфе, становится таки чемпионом». Автор музыки Юрий Ващук. Он же Тео. Надо было попросить спортсменов прийти, потому что так как их лица на протяжении всего... Прости, пожалуйста. Да. Корреспондент агентства теленовостей Кристина Камыш на месяц стала продюсером. Говорит, нервов потратила много. Договориться, всех собрать. В общем, новый опыт. Самое главное, что все виды спорта, все спортсмены, они пошли нам на уступки. Несмотря на то, что сейчас идет соревновательный процесс и тренировочный процесс, они понимали, что в любом случае это реклама, это популяризация непосредственно этого соревнования. «В съемках мы участвуем уже достаточно долго, после Олимпиады стали достаточно медийны, поэтому не впервой перед камерами блистать. Но справляемся. Перед камерой нечего бояться, стесняться. Говоришь, отвечаешь на вопросы, ничего страшного, в принципе, тебя она не укусит». Триумфатора «Рио» батутиста Владислава Гончарова снимали на сборах в стайках. Срочно понадобилась золотая олимпийская медаль, и ее через знакомых доставили из родного для спортсмена города. Потом, когда уже в самом Витебске нужно было световое оборудование, пришлось договариваться, ведь всю технику задействовали на славянском базаре. «Было приятно, была очень приятная группа, которая очень забавная, весела провела со мной время. Скажем так, попрыгали, поснимали, было забавно». «Я сам спортсмен, я сам знаю, что это такое, и почему не поддержать, если просят. Я думаю, что это очень здорово». Собрать несколько сотен человек, среди которых известные спортсмены договориться, чтобы пустили на стадион «Динамо» и на один час включили дорогостоящее освещение. Все это ради 10 секунд проморолика, самых важных секунд – концовки. На обновленной арене пройдут соревнования по легкой атлетике, но главное – церемония открытия и закрытия вторых европейских игр. «Ребята, плотно не прижимаемся друг от друга, где-то на расстоянии человека, в шашечку, в шахматный порядок. Сами организуйтесь, потом вас еще подвигаю». Мы ушли со съемочной площадки в начале процесса, чтобы потом смотреть было интереснее.